привет всем добро пожаловать на канал рубикон с вами андрей и я с вами хочу поделиться информацией о том как я использовал палатку ультра легкая которая вот эта палатка которая бездуговая собственно как я с ней выбрался на пляж вчера остановившись на песке прям вот реально на обычном пляже и я не предполагал что меня будет ветром задувать песок прав палатку там внутри сетка вот я этого не учел короче меня там так занесло я видел людей которые тоже были в палатках но под утро я их уже никого не обнаружил то есть они видимо ночью слиняли я же остался я короче поначалу паниканул я думаю так ё-моё прям песок в палатку летит а потом понял что у меня все закрыто и я отвернулся головы как бы вот в сторону так сказать где нет песка этого где нет ветра залег в спальник и просто уснул реально уснул я в три часа просыпался там все это громыхало вот это вот шумело песок реально короче уже там прям слой был в палатке ну я как бы забил просто продолжил спать и уже шесть наверное проснулся от жары то есть уже солнце светил в палатку вот я уже вылез я вообще обалдел там был пять сантиметров слое песка в палатке я когда вещи все вытащил потом я палатку вот так вот внутреннюю поднять даже не смог то есть там реально песка был там на килограмм 30 может 50 даже не знаю но я так вот хлоп на буду нормально я вот так через окно вот такого высыпал как-то вывернул ее и стал все это дело отряхать и собственно слился я с этого пляжа однозначно потому что я был просто не готов к такому экшен провождение времени на природе планировал как-то в тишине поспать и в итоге от соснового леса отошел тут минут на цену нашел может тут гораздо спокойнее тут вообще офигенно я тут смотрю птички какие-то соловьи может или дятлы там я не знаю в общем очень много разных всяких по этим елочкам они летают мне кажется тут прям для них типура и что но они однозначно себя комфортнее чувствует чем птицы который в городе там в грязи вот в бетоне в цементе здесь прям у них чутка собственно вот такая вот была у меня ночка прошлое то есть я прям такой экстрим ощутил на себе но мне понравилось я бы хотел так живут в реальных условиях попробовать где-то в пустыне переждать вот настоящую песчаную бурю мне кажется это очень интересно но я говорю нужно какая-то техническое вот это оснащение подготовиться можно всегда можно особенно если там есть ген кулибина там по-любому ну а так вообще палатка реально классная прям доволен очень доволен там реально ветер прям все очень сильный был то есть она считаю установлен там вот четыре по периметру колышкой два еще то есть это уже 6 и оттяжки 7 8 8 колышков и это все больше колышков нет 8 веревочек 8 полушек очень легкая реально прочная то есть вот эти нити они наверное там уровня такого типа кевлар что-то внутри вот у меня были шнурки на этих сломановских кроссовках и там кевлар шнурки их вообще не порвать то есть там вот эти настолько прочные волокна и они очень мало места занимают там очень тонкие шнурки вот очень похож на этот материал я с собой даже стулья не стал брать обычно я брал кресло какой-нибудь там чтобы сесть можно развалиться в этот раз я решил обойтись потому что и так было вещь вещей довольно много я понимал что придется идти я не хотел себя сильно нагружать и даже не взял трекинговые палки я вот использовал обычные ветки сосновые ну вот прошелся 50 метров я нашел какие-то палки мы там сучки были их обломал то есть я заменил вот эти вот которые трекинговые на обычные ветки я уже понял примерно вот там в песке тоже делают аналогично примерно по грудь ветку хлоп и она прям как раз подходит одеть и вообще выбрал место под палатку такое пуп прогнутое то есть она вот такой вот жёлобом и лежать очень комфортно я прям вообще в шоке я где-то в 11 часов дня поставил палатку уже здесь то есть я уже собрался там и пришел сюда и в 11 утра разложился думаю дай-ка я она и покушал и думаю дай-ка я прилягу чуть-чуть сейчас прям буквально минут на двадцать дух переведу так сказать хотя было жарко в палатке но я как только зашел и лег я просто отрубился на шесть часов это все-таки сказалось наверное ночь я не очень хорошо спал ночью там уже 6 утра встать это рано и в общем я еще шесть часов прям здесь вот в сосновом лесу прям в отрубе прям попалялся и сейчас не знаю часов 9 наверное я уже опять покушал очень сильно прям плотно я наконец-то добрался до своей жидкой пищи до борща я купил борщ там ну самый дорогой скажу честно ваша нет он там с настоящим мясом но я все равно использовал тушенку прям туда залил и так наелся прям очень сытно я прям не знаю даже что теперь делать сейчас примерно энергии очень много сейчас поплавать но здесь вот озеро к сожалению она какой-то дремучие вообще хотя туда вот я вижу люди даже с лодками ходили вот недавно не прошли но я наверно не пойду туда там в заход какой-то грязный я в прошлом году видел мне не понравилось так что скорее всего здесь сейчас проводить время чай попью там у меня кисель еще есть да и поснимаю однозначно поснимать я тут видел птиц короче и просто здесь мне нравится вот такие вот пейзажики с этими елками хвойные палатка тоже прям вписывается такая зелененькая прям под местность я прям доволен обстановку еще радует что водички много я там на берегу познакомился с каким-то чуваком он там дом строит и он не налил вот литров пять наверное мою вот эту канистру складную я практически до сегодняшнего обеда все потратил мне оставался литр наверно но я там и че и пил там еще чуть туда то есть очень много жидкости употреблял а сюда пришел дошел до вот этой турбазы я не знаю как она называется и какой-то девушки спросил там воду лакари да вы там типа здоровая такая бочка из нее там все пьют она пить его я прям пошел набрал и ушел мне даже слова никто не сказал вот вообще всем до лампочки походу народ отдыхает конечно да и никому это надо здесь просто живут люди как на даче нормально главное не злоупотреблять конечно доверием и человеческой добротой потому что как показывает практику ничего из этого хорошего не получается надо знать меру без этого никого спасибо за просмотр!